видите ли этого рынка пока нет этот рынок только начинает создаваться первая компания которая называется забыл как вспомню по ходу дела была вот недавно продана и не очень удачно дела сложились после покупки а так этот рынок только начинает появляться что начинает появляться технологии связанные с продлением жизни очень много стартапов по миру которые пытаются бороться и со старением и с болезнями ассоциированными со старением вот мы сейчас обсуждали на группе что 30 35 году скажем население японии будет практически все создать только из пенсионеров и это значит что нейродегенеративные заболевания и другие болезни связанные со старением раковые в частности будут достаточно серьезно превалировать несмотря на то что в мире вкладываются уже сегодня гигантские деньги в борьбу с этими заболеваниями и поэтому это первая проблема которая мы адресуем нашей группе вторая проблема которую пробуем адресовать мы пробуем быть оптимистами и попробовать попробовать сделать такой форсайт а что будет все-таки со здоровыми людьми нам попробовать надо чтобы все-таки пропорция здоровых людей пусть и пожилых увеличивалась и мы придумали что это будет сочетание супер современной и очень дружественной среды обитания это будет сочетание нового человека который ну скажем так способен самостоятельно определять и диагностировать и самодиагностировать свое состояние здоровья и даже иногда вмешиваться но может с помощью врачей как-то удаленных острых ситуациях и это будет сочетание новых медицинских технологий которые ну когда все что-то случилось будут приходить на помощь абсолютно по-новому да то есть это будет все основано на индивидуальных геномах на их корректировках и может быть даже на задании генома при рождении детей сейчас уже начинает появляться некоторых странах вы знаете вот в англии недавно законодательно разрешили митохондриальное наследование вот это входит в практику поэтому вот эти вещи мы обсуждаем как оптимистический сценарий у нас есть один сценарий такой мы исходим из пессимистического или скажем так реалистического прогноза что из-за улучшения качества жизни будет большое число пожилых людей их надо будет к сожалению лечить то что они молодые сегодня и уже живут не очень правильно вот а второй нам нужно создать новых людей молодых правильных сначала которые будут жить долго правильно и которых придется лечить только в крайний случай ну вот пробуем мозговать на эту тему ну я думаю что так откровенно говоря состав участников у нас хороший но все-таки когда вот нужно думать уже про технологии тут наверное нужно брать каких-то супер профессионалов работающих на срезе современной науки технологий чтобы конкретные технологии вытаскивать их соединять здесь же мы можем только областями знания оперировать на уровне такого ну скажем так полуобывательского мы все в общем полуобывательным признать поэтому ну полуобывательский мы что-то уже вытащили да никто никто интересные вещи ну во-первых хорошая погода чтобы было вот во вторых хорошее общение мы сегодня мы же инвесторы мы повстречались сегодня уже с двумя проектами поговорили в россии на самом деле ситуация с все что называется холстнетом вот в срезе сегодняшнем так мягко говоря не очень хорошая и мы когда начинали работу как фонд мы попробовали вычленить некоторые области компетенций которые у нас по-прежнему есть а есть хорошие и мы нашли вот например такой область компетенции как био айти то есть это сочетание биотехнологии и айти и и вот сегодня у нас было две встречи очень интересных одна прям совсем предметно это уже не первая встреча была есть много хороших компаний приехала поэтому я сказал так практический выхлоп вот такой а это для нас скорее вот то что мы там работаем группы для меня это но общественная нагрузка приятная полезная как говорил верещагин за державу обидно и хочется что-то сделать здесь собрались энтузиасты разбавленные некоторым числом профессионалов вот когда соберутся профессионалы разбавлены некоторым числом энтузиастов тогда можно будет ждать быстрых практических результатов это не хорошо и не плохо это диагноз страны на сегодня что у нас очень мало профессионалов а еще и многие из них не поехали потому что заняты бизнесом вот в этом нет ничего страшного может быть надо будет немножечко подготовку оттетровать к следующим поездкам как-то их заинтересовать объяснить им что выхлоп может быть а прямой и б в обозримом будущем из всего этого дела тогда наверное вот уровень профессионализма будет чуть выше в том числе 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 Продолжение следует...